Сегодня мы расскажем о потрясающих способностях выдающегося человека, которого сегодня почитают в Индии как святого. В апреле 2011 года он покинул этот мир, и новость о его уходе пронеслась по всей Индии, поражая даже самых скептически настроенных. Прочтите эту статью до конца, и, возможно, эта информация окажет вам помощь, если у вас есть хотя бы одно заветное и доброе желание, которое так и не исполняется. Саи Баба родился в Индии с особыми знаками, предсказанными известными индийскими астрологами, способными читать знамения звезд. В Индии, чтобы считаться астрологом, необходимо пройти серьезную подготовку и доказать свою силу в честной схватке с другими, и так, было предсказано, что на юге Индии родится человек, известный как милосердный спаситель. Мы должны отметить, что это понятие не имеет ничего общего со спасителем. В прошлом они надеялись на приход Иисуса в Индию и ждали спасителя, который мог исцелять и благословлять людей. Они ожидали избранного, который принесет людям истину и мудрость, учителям и избранникам небес. В ноябре 1926 года, в день рождения этого индийского святого, жители увидели на небе и на его теле знак, напоминающий фигуры, описанные великими целителями, таким образом, этот человек родился с уникальной миссией. Удивительно, что уже в детстве он обладал способностью исполнять желания людей, это трудно поверить, но сотни тысяч людей испытали его чудеса, исполняя свои желания. Он собрал миллионы последователей со всего мира, принося свои учения о любви и милосердии ко всем живым существам. Саи Баба обладал невероятным даром, который поразил даже ученых со всего мира он мог материализовать объекты в своем присутствии. Внезапно, на пустом месте появлялись потерянные вещи, документы, старые фотографии и письма. Эти необъяснимые явления привлекали внимание многих людей и вызывали искреннее удивление. Однажды к нему обратился мужчина с записками его отца, содержащими важные воспоминания. Мужчина отчаянно искал эти записки, считавшиеся потерянными навсегда, однако, благодаря милости Саи Бабы, он обнаружил, что эти ценные документы появились в его присутствии. Это был лишь один из многочисленных случаев, когда Саи Баба помогал людям восстановить утраченное или найти то, что было считано недоступным, Саи Баба стал символом надежды и веры для миллионов людей. Его учения и чудеса продолжают вдохновлять и влиять на жизнь людей по всему миру, он показал людям возможности человеческого духа и силу, которая может преобразить мир. Если у вас есть заветное желание, которое кажется невозможным исполниться, может быть, именно знание о Саи Бабе и его удивительных способностях поможет вам обрести веру и уверенность. Никогда не сомневайтесь в силе человеческого духа и его способности преодолеть любые преграды, Саи Баба оставил нам наследие любви, милосердия и надежды. Пусть его история будет вдохновлять нас и напоминать о великой силе, которую каждый из нас имеет внутри себя, каждый год сыну разрешалось вскрывать письма от его отца, но к его удивлению все они моментально сгорали. Однако, в один особый момент, на полностью пустом столе появилась неприкосновенная стопка писем, оставленных ушедшим отцом, и они были точно такими же, какими сын их получал в свое время. Это было лишь одно из удивительных чудес, которые стали свидетелями поклонники Саи Бабы. Жест благословения этого старца обладал невероятной силой, и что удивительно, этот жест, запечатленный на фотографии, нес в себе то уже мощь, что и личное благословение. Когда индийцы узнали об этом, они стали копировать таинственную фотографию с поднятой рукой и приносить ее домой, чтобы применять на местах болезней, и это действительно имело потрясающий эффект. После смерти старца, кто-то только подумал о своем желании перед его изображением, и это желание сбылось, фотография, воплощающая мечту, стала популярной по всему миру и вызывала невероятное восхищение. Этот старец также был известен своими пророчествами о будущем, он являлся наставником для одной тысячи индийских гуру, которые стали известными в наше время благодаря его учению о взаимной поддержке и прощении. Саи Баба утверждал, что мы воплощаемся в этот мир не только для того, чтобы заботиться о своих физических телах, но в основном для развития и очищения наших душ. Он призывал людей прощать друг друга и помогать тем, кто обратится за помощью, таким образом внося свой вклад в создание более гармоничного и доброго мира 21 века. Он также предсказал, что наступит конец существующего мира, а новый мир будет доступен лишь для 30% населения планеты, так как к 2024 году катаклизмы и аномалии усилятся. По словам Саи Бабы, он мог видеть, как температура воздуха повысится на 73 градуса выше нуля, водоемы будут разливаться, теплый океан будет обрушиваться с огромной силой, однако горы станут более безопасными зонами, где люди смогут. Получать доступ к чистой воде и заниматься сельским хозяйством, он предрекал приход сил, которые будут лишать людей разума и подчинять их контролю. Прогнозы старейшины также предсказывали, что Шотландия, Сан-Франциско, Шри-Ланка, Южная Африка и Ближний Восток будут затоплены водой. Люди будут искать убежища в Германии, Франции, Испании, Италии, но и эти страны неизбежно столкнутся с проблемами водоснабжения и продовольствия при росте числа беженцев. Кроме того, эти страны также будут подвержены угрозам из космоса, возможно, связанным с кометами или астероидами, Южная Индия и Гималайя поднимутся настолько высоко, что изменит знакомый нам ландшафт. Земля станет неузнаваемой, как во времена первых карт и открытия новых континентов и островов, в результате мы встретим совершенно новый и измененный мир. Видение Саибабы пронизано предостережениями и предсказаниями о грядущих изменениях в мире, он утверждал, что население России будет страдать от последних испытаний этого периода, который приходится на 70% человечества. К 2024 году катаклизмы будут усиливаться, а появятся новые аномальные явления, вызывающие тревогу, согласно пророчеству Старца, наступит конец текущего мира, и новый мир займет лишь 30% населения Земли. Остальные 70% окажутся неспособны справиться с необычными жаркими условиями, предсказанными Саибабой. Он предупреждал, что температура воздуха будет неуклонно подниматься до 73 градусов выше нуля, реки и озера выйдут из берегов, а океаны прольются с немоверной мощью. Однако в горах будет более благоприятная обстановка, где люди смогут найти питьевую воду и заняться сельским хозяйством, но даже в этих местах появятся новые угрозы, такие как силы, лишающие разума и контролирующие людей. Старейшина предсказывал разрушение Шотландии, Сан-Франциско, Шри-Ланки, Южной Аврике и Ближнего Востока под водой. В поисках спасения люди будут направляться в Германию, Францию, Испанию и Италию, но и там их будут поджидать трудности с водоснабжением и продовольствием. Воздушит черная тень над этими странами, словно природа заранее задумала все эти испытания, когда туристы и беженцы наводнят города, возникнет дефицит питьевой воды и продуктов питания, и люди окажутся на грани выживания. Кроме того, на эти страны также будет направлена угроза из космоса, возможно, в виде кометы или астероида, Южная Индия и Гималайи поднимутся выше, чем мы когда-либо видели. Изменившийся ландшафт Земли превратит нашу планету в неузнаваемое место, люди будут возвращаться к временам, когда были составлены первые карты Земли, когда были открыты новые континенты и острова. Это будет совершенно новый и измененный мир. Саи Баба призывает нас не только быть готовыми к грядущим переменам, но и воспринимать их как возможность для преображения и прогресса. Он утверждает, что мы приходим в этот мир не только для того, чтобы удовлетворять физические потребности наших тел, но в первую очередь для развития наших душ. Мы должны научиться прощать других и оказывать помощь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Таким образом, мы содействуем эволюции человечества в 21 веке, теперь, больше чем когда-либо, настало время объединиться и принять вызов будущего. Мы должны стремиться к гармонии с природой и друг с другом, искать решения для экологических проблем, учиться сохранять ресурсы и улучшать качество жизни всех жителей планеты. Саи Баба призывает нас к сознательности и ответственности перед нашим миром, это время перемен может быть испытанием, но оно также предлагает новые возможности и перспективы. Давайте воспользуемся этим временем, чтобы привнести позитивные изменения в себя и в мир вокруг нас, вместе мы можем создать лучшее будущее для всех нас и следующих поколений. Пусть каждый шаг, который мы делаем, будет направлен на построение мира, основанного на справедливости, равенстве и взаимопомощи, время действовать, наступил момент для наших душ и для будущего планеты. Весь мир будет вынужден адаптироваться к новой реальности, словно перерождаясь в незнакомом окружении, это истина для нашей эпохи, 21 века. Саи Баба предсказал, что перед тем, как Земля претерпит глобальные изменения, наступит энергетическая очистка, которая освободит нас от ненужных энергий и прочих бремен. В результате этой очистки возникнут новые вирусы, каждый из которых будет иметь миссию разрушить старое, чтобы сделать место для нового. Дарья также утверждает, что через несколько столетий мир станет совершенно иным. Архаичные карты Земли вызовут изумление у жителей будущего, а новые виды растений и животных заменят те, что исчезнут в 21 веке. Райский остров Драхма вернется к нам в Тихом океане, а также появятся новые обитаемые участки суши в трех других океанах – Южном, Индийском и Северном Ледовитом. 30% выжившего населения будут осваивать эти новые территории, требуя помощи, некоторые страны будут менее затронуты катастрофами и станут укрытием для мигрантов. Россия сохранит большую часть своей территории и даже присоединит новые земли, вместо препятствий наступит эра взаимной поддержки и солидарности. Люди поймут, что нельзя продолжать жить так, как прежде, ведь мир перешел на новый уровень развития, где важнейшим двигателем являются личностные качества человека. Но самым значительным катаклизмом в истории будет энергетическая волна, которая приведет к рождению одной тысячи детей со сверхспособностями, наделенных феноменальной памятью и ясновидением. Эти дети станут новым поколением, способным вести человечество к более просветленному будущему, времена перемен могут быть испытанием, но они также предлагают новые возможности для роста и преображения. Когда старое рушится, открывается простор для новых идей, инноваций и творчества, в этой новой эпохе, люди будут вынуждены переосмыслить свою жизнь, ценности и приоритеты. Будет создана новая социальная и экономическая структура, где сотрудничество и взаимопомощь станут ключевыми факторами успеха. Развитие личностных качеств, таких как эмпатия, толерантность и внутренняя мудрость, станет неотъемлемой частью образа жизни каждого человека. Таким образом, грядущие изменения не только представляют собой вызов, но и открывают новые горизонты возможностей, человечество будет встречать эти переменные времена с открытым сердцем и умом, готовым к принятию и адаптации. Вместе мы сможем преодолеть трудности и создать лучший, более справедливый и гармоничный мир для всех, давайте вместе войдем в эту новую эпоху, где каждый из нас будет иметь возможность внести свой вклад в строительство лучшего будущего. Настало время для преображения, и мы, как пионеры этой эры, можем стать вдохновителями и лидерами, направляющими человечество к новым горизонтам прогресса и благополучия. Добро пожаловать в эру перемен, где мы вместе создаем историю и преображаем мир.